В северной столице прошли встречи с московским священником Андреем Лоргусом, ректором Института христианской психологии. Отец Андрей, практикующий психолог, представил петербургской публике свою книгу «Влюблённость, любовь, зависимость», написанную в соавторстве с психологом Ольгой Красниковой и выпущенную издательством «Никея». Издательство «Никея» продолжает радовать читателей не только качественной христианской литературой, но и встречами с наиболее интересными авторами. Протеиерей Андрей Лоргус, несомненно, один из них. Поскольку я сама недавно стала новоиспечённой женой, мы полгода назад с мужем поменчались, поэтому я решила прийти и набраться опыта у отца Андрея, поскольку знаю, что он очень хороший православный психолог. За свой двудневный визит в Петербург отец Андрей провёл со слушателями три встречи и лекции. Одну в книжном клубе «Буквоед на восстании» и две в Русской христианской гуманитарной академии. И везде речь шла о любви, семье и счастье. Счастье – это одновременно и миф, и наше желание, стремление быть счастливым. Но далеко не все люди стремятся к счастью. Многие считают, что счастье не для них, и что удачная жизнь – это тогда, когда не больно и не страшно. А остальное – это для молодёй. Тема любви и семьи – одна из животрепещущих для большинства людей. И потому на встречи с отцом Андреем пришли как люди старшего поколения, так и совсем молодые – те, кому только предстоит учиться любить. Интересуюсь вопросом создания семьи, как построить семью. Слушаю, стараюсь слушать на эту тему мнения разных священников, их взгляды, может быть, их полезные советы какие-то. От каждой речи священника я запоминаю по какой-то фразе. Может быть, даже в этой одной фразе целая огромная мысль, огромный поток, какой-то настрой, как себя вести. В лёгкой, часто полушутливой форме отец Андрей объяснял, как отличить настоящее чувство от страсти и почему с браком не стоит торопиться. Как бы это прагматически ни звучало, я должен познать своего партнёра в разные времена года. И в отпуске, и на Новый год, и в будни, и в походе, а может быть, на даче. Советы священника, подкреплённые не только пастырским опытом, но и серьёзной психологической практикой, не поражают своей новизной, потому что проистекают из здравого смысла. А он не изменен. Христианская психология не для того, чтобы говорить новое, а для того, чтобы говорить хорошо известное старое. Но говорить его так, чтобы, во-первых, нас понимали сегодня, а во-вторых, говорить в расчёте на то, что это хорошо известное старое воспринималось не как старое, а сформулированное новым языком. Вот так, как это мы сегодня с вами можем обсуждать. Простые христианские истины и сложные психологические механизмы в книгах отца Андрея Лоргуса работают вместе. Для того, чтобы читатель смог внимательно посмотреть на себя и вовремя провести работу над ошибками.